всем привет дорогие наши телезрители наконец-то наступили выходные учеба позади а значит можно заняться чем-то любимым к примеру поиграть в видеоигры посмотреть фильм или погулять с друзьями по-моему такое что забыл а точно выходные это еще возможность окунуться в актуальные новости молодежи и мы ведущие дани и кристина поможем этом и так что же у нас на повестке дня подмосковья пройдет второй этап образовательного проекта для молодых предпринимателей в этом году все желающие подмосковья от 16 до 24 лет могли принять в нем участие программа реализуется по трем направлениям айти креативной индустрии и гостеприимства в рамках программы можно не только пройти обучение но еще создать свой собственный бизнес-проект защитив его перед экспертами а все подробности вы можете узнать в нашем телеграм-канале дань а когда ты учился в школе ты часто списывал домашние задания контрольные было дело сейчас у всех на слуху нейросеть вот как ты считаешь если выполнить задание с ее помощью это будет считаться что ты самостоятельно написал работу или списал трудный вопрос мы недавно произошла история как раз связано с этим студент пятого курса рггу александр жадан написал диплом с помощью нейросети и сдал его на 3 студент подчеркнул что не просто использование россии а создал алгоритм чат-бота чтобы написать диплом всего на подготовку диплома у студента ушло 23 часа из них 15 он потратил на работу с нейросетью а 9 на редактирование антиплагиат оценил его оригинальность 82 процента в конце января студент защитил ее на удовлетворительно один из пользователей рассказал что обратился с жалобой в рггу и министерство образования он посчитал что работа не является оригинальной за студенту заступился декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации к фу леонид толчинский студент не тупо сдал бессмысленный текст он же эту работу очень сильно обработал структурировал и переписал то есть он воспользовался нейросетью как инструментом да до чего прогресс дошел кристин а ты когда-то сталкиваешь бездобыми собаками конечно я их часто встречаю когда ты их встречаешь что ты делаешь убегаешь кричишь ты чего этого категорически нельзя делать а что надо делать об этом на встрече со школьником рассказал зоопсихолог из подмосковья по словам николая шараухова если вы вдалеке увидели собак то лучше не привлекать их внимание и не смотреть в их стороны но если животные заметили вас и пытаются напасть то для начала нужно успокоиться и осмотреться возможно рядом есть место где собаки питаются это может быть специальное место куда приносят еду подкармливают очищавших животных это может быть урна с мусором и остатками пищи как только увидели что-то похожее следует медленно и без резких движений отойти оттуда собака эту территорию считает своей как только вы покинете эту зону собаку успокоиться одним из основных правил общения с животными николай шараухов считает контроль эмоций любые проявления страха жалости восхищения собака воспринимает как слабость и начинает контролировать человека даня ты знал что зимой помимо катания на коньках и лыжах есть и другие более необычные виды спорта нет какие например а из картин зимнее поло лыжный велосипед брумбол и снежный регби кстати по последнему в одинцове недавно прошли соревнования кубок на бежьей лапы участие в соревнованиях приняли четыре детские команды из подмосковья снежное регби отличается от классического числом игроков и размером поля в каждой команде играют по 5 человек задачи те же спортсмен должен доставить мяч в зачетную зону мяч при этом бросать нельзя чтобы засчитали гол его надо положить на поле соревнования юных регбистов одинцов завершились победой команды бревестник и схемок на эту снежные поединки среди подмосковных регбистов не заканчиваются сезон самом разгаре кристина ты любишь зимние виды спорта ну я люблю кататься на коньках правда это мне не очень хорошо получается но главное живи стараться а ты когда-то каталась на лыжах нет эх ты а на этих выходных прошел зимний фестиваль gto и мы подготовили целый сюжет про это давайте посмотрим на настоящих в спортивных активистов нашего округа совместить здоровое питание физическую активность должны все кто хочет стать настоящим чемпионом и сдать нормы гт о морозное утро мы в самом спортивном парке одинцовского округа имени ларисы лазутиной сегодня проходит девятый фестиваль гт о и мы начинаем современный комплекс готов к труду и обороне основывается на добровольности и доступности сегодня на лазутинке собрались около 200 спортсменов от 6 до 70 лет участники будут сдавать нормативы бег или передвижение на лыжах на 1 2 3 или 5 километров дистанции предусмотренные для каждой из 11 возрастных ступеней норматив бег на лыжах это норматив по выбору у нас сегодня проходит как первый этап далее для того чтобы выполнить на какой-либо знак бронзовый серебряный или золотой потребуется выполнить еще ряд норматив есть нормативы обязательные есть норматив по выбору вот например лыжи это один из норматив по выбору далее у нас и в бассейне принимают участие и на стадионе и в залах молодежь положительно относится к участию в таких праздниках спортивный азарт поднимает боевой дух и настраивает на гонку с каждым годом все больше молодых людей приобщается к этой культуре особенно будущие студенты учебные заведения и вузы дают привилегии при поступлении а это является дополнительной мотивации к достижению своих целей как вообще относишься к спорту я отношусь спорта положительно я считаю что это составная часть нашей жизни мы обязательно должны делать какие-то физические упражнения то что это очень важно для нашего здоровья помимо лыж еще чем-нибудь занимаешься да также занимаясь танцами и плаваю тоже для себя многие участвуют в празднике спорта не ради значков и медалей а для получения положительных эмоций и общего физического развития как вообще настрой как самочувствие как боевой дух до самочувствия отлично но насчет того что выиграю не выиграю не знаю можно с уверенностью сказать что комплекс нормативов гто это движение направленное на развитие массового спорта и оздоровление молодежи в нашей стране а также действенное средство для приобщения к традициям своего народа и поднятия патриотизма в целом к труду и обороне всегда готов проводите выходные активно и спортивно ведь как известно в здоровом теле здоровый дух татьяна барбакова илья павлов молодежная редакция телеканал одинцова угол как же круто обещаю что в следующий раз я приму участие кстати дань как ты думаешь сколько человек трудится над созданием программ для телевидения интересный вопрос когда я был маленький я мечтал узнать как все устроено телевидение кто за что отвечает и как проходит рабочий день у сотрудников я думаю ты не один такой поэтому корреспондент нашей молодежной редакции подготовил очень интересный сюжет которым познакомит вас дорогие телезрители с творческим коллективом телеканал о тв всем привет я роман горлов я хочу стать журналистом но пока я школьник я набираюсь опыта в молодежной редакции телеканал о тв и сейчас я познакомлю вас его творческими сотрудниками здесь у нас эфирная аппаратная здесь режиссеры управляют всем что происходит в каждом пойдемте к нему нетерпения ждем встречи с вами в будущем году но сейчас хотим пожелать вам чтобы у вас все получалось чтобы вы также улыбались ну а лучший подарок для нас дедушке морозом это прекрасные ваши улыбки смех и позитив поздравляем вас с наступающим новым годом до встречи в следующем году примерной здесь ведущих делают красивыми для съемок в кадре можно к вам а это гримёр светлана она делает себя красивыми а это телеведущая и корреспондент елена она будет выступать ближайшие съемки мы готовимся к записи программы новости региона но мы идем дальше а это у нас емочный павильон сейчас пойдем посмотрим что у нас там происходит всем привет ну расскажите что вы здесь делаете мы готовимся к съемке передачи настраиваем студию свет камеры проверяем чтобы хорошо по кадру мы естественно по балансу а что это за зеленая штора у вас это называется хромакей когда фоне пишутся различные передачи либо там это подкаст и потом вместе зеленого фона накладывается любой другой фон понят спасибо вам большое спасибо пожалуйста а это комната монтажеров здесь профессионалы создает новостные сюжеты и монтирует программу и сейчас мы с ними познакомимся это монтажер николай и чем заключается ваша работа а работа заключается в том что я получаю снятые карты материал получаю сценарий от корреспондента и на основании этого создаю красивый сюжет или программу добавляю графику корректирую видео корректирую звук если необходимо и в итоге из под моего пера так сказать уже выходит готовый сюжет или программа а с чего начинается монтаж монтаж начинается с того что нужно собрать весь отснятые материалы операторами и проанализировать его на а сейчас мы пойдем в редакторскую а мы продолжаем экскурсию по редакции телеканала я собираю и систематизирую архив нашего телеканала то есть весь материал который был я его внушу в определенные папочки в одном месте по разным числам для того чтобы потом ребята корреспонденты смогли быстренько найти материал архивный какой-то а мы продолжаем экскурсию по редакции телеканалу тв и это шеф-редактор наталья гончарова здрасте наталья за что вы любите свою работу за ее непредсказуемость и крайне все прочее мы находимся в гуще событий а это катя крама телеведущий корреспондент здравствуйте что входит в ваши обязанности мои обязанности входит выезд на съемки написание новостных сюжетов и конечно же написание моих любимых сценариев для программы про утро а сейчас я вас познакомлю с главным редактором телеканала можно к вам да чем занимается главный редактор если сможете в двух словах описать ну если в двух словах это концепция канала то есть что канал показывает в каком порядке это показывает аудиторию политика канала в день и политика также в принципе и персонал ведущие только момент что делает тоже очень важный момент тоже это все честно но я должен контролировать вообще все что происходит я спасибо я как же было классно знать что происходит за кадром согласно с тобой кстати а ты любишь кино а кто его не любит множество жанров восхитительных актеров режиссеров которые погружают нас великолепная история а как ты относишься к короткометражному кино я люблю и полнометражные короткометражные фильма ты мне кажется что короткометражные фильмы уже как-то потеряли свою актуальность и редко встречаются вот этот сюжет именно для тебя международный кинофестиваль день короткометражного кино стартовал в середине декабря прошлого года в рамках акции в пяти подмосковных округах состоялось 16 кинопоказов в одинцове мероприятие проходил в голительском кинотеатре октябрь 21 декабря отмечается международный день короткометражного кино и вот четырнадцатом году прошла такая акция по кинотеатрам типа флешмоб или акции показывает киры только короткометражное кино и вот за эти восемь лет за 7 акция доросла до международного кинофестиваля если ты сделаешь хороший фундамент на нем можно построить что угодно сверху цель акции привлечь внимание представителей киноиндустрии широкого зрителя короткометражному кино а также способствовать взаимодействию между мастерами и молодыми режиссерами в голицыне своей работы представили четыре дебютанта фильмы разных жанров рассказывали о первой любви проблемах поколений и сложности взаимоотношения между людьми мне больше всего понравилась история четвертая кажется навсегда очень милая история юношеской любви а мне очень понравился первый фильм называется не ошибка обожаю просто такие фильмы с таким сюжетом очень милая история особенно конец обожаю многие зрители подобный формат кино на большом экране увидели впервые и получили незабываемое впечатление данил зимин молодежная редакция телеканал одинцова ладно ладно я беру свои слова обратно кстати я вот в детстве мечтала быть актрисой а ты а я хотел стать космонавтом на наше время появилось очень много новых профессий глаза просто разбегаются согласно именно поэтому так важно профориентация потому что выбрать профессию который ты готов посвятить всю свою жизнь это большая ответственность но также не стоит забывать про те профессии в которых мы нуждаемся каждый день и которые никогда не потеряют свою актуальность что же это за профессия а это ты узнаешь в нашем следующем сюжете слушатели ученики восьмых десятых классов со всего округа в качестве спикеров профессионалы своего дела они не только рассказали о своем ремесле но и подсказали на что необходимо обратить внимание при выборе будущей профессии цель нашего мероприятия это дать общее представление о тех профессиях которые сейчас у нас есть на рынке о тех профессиях с которыми стоит будущее чтобы дети смогли изнутри познакомиться с профессией чтобы они смогли пообщаться с представителями данных профессий где-то развеять свои страхи сомнения к выбору спикеров организаторы подошли вдумчиво среди них представители самых востребованных профессий врачи военные пожарные волонтеры спортсмены они поделились историями своего пути в профессию плюсах и минусах работы в конкретной области действительно мой первый был вопрос когда я зашел зал я спросил кто хочет стать врачом и мне было очень приятно потому что очень много детей как раз вот 9 10 11 класс подняли руку и сказали что хотят будущем связать свою жизнь с медициной медицина это не отдельная отрасль это уже соединение кибернетики и программирования и биофизики поэтому это колоссально интересное направление которое мы обсудили чтобы стать врачом недостаточно одного желания необходимо углубленно заниматься наукой уже со школьной скамьи и конечно обладать такими качествами как эмпатия и человеколюбия умением слушать и слышать те кто интересовался профессии военного смогли задать вопросы владимиру силантьеву участник освобождения заложников теракта в бесслане раскрыл секрет военного дела чтобы стать военным нужно на самом деле любить родину а родина это кто это вот начиная от мамы папы братьев сестер бабушка дедушка друзья село деревни город вот она родина учитель программист механик или водитель в мире нет ненужных профессий главное при выборе будущего занятия прислушиваться к собственным желаниям и довериться врожденным талантам зачастую основным критерием становятся личные качества профессия пожарного она издавна славится смелостью добропорядочностью отважностью и пожарный он тот человек который обладает большим добрым сердцем в большинстве своем принимая решение в пользу будущей специальности подросткам приходится делать важный выбор желанная профессия или заманчивые перспективы и вроде бы как я должна была поехать поступить медицинский институт но не доехала две остановки вышла возле луганского педагогического университета и стала психологом так жизнь так бывает да родители конечно были в шоке в ходе мероприятия перед школьниками и учителями выступили и специалисты по профориентации их задача сделать столь важную тему системным продуктом во всех школах и концепция нашего курса мы знакомим ученика самим собой то есть а какой я а что мне интересно это первый момент а второй момент мы знакомим с окружающим миром да с рынком труда с рынком образования как вообще выстраивать образовательную траекторию и вот на стыке знаний о мире и знания себе как раз и получается вот этот выбор совершать проведение подобных форумов в одинцовском округе стала традицией к ним готовятся заранее и всегда стремятся получить обратную связь чтобы в будущем дать подрастающему поколению как можно больше полезной информации и тем самым помочь с выбором профессии елена краева станислав трифонов телекомпания одинцова как же классно что проходе подобные формы благодаря им ребята могут познакомиться с разными профессиями и подобрать ту которая им нравится кстати а как ты думаешь какая профессия которая актуальна и сейчас является самый древний именно поэтому врачи дают клятву гиппократа который выражает основополагающие морально-этические принципы поведения врача теперь буду знать а вот работа врача включает в себя множество отраслей хирург окулист и так далее как по твоему мнению какая из них самая сложная уструдняюсь ответить мне кажется что каждый из них ответственная по-своему поэтому я предлагаю посмотреть сюжет который подготовили наши коллеги журналисты телеканала тв павел бережанский сейчас работает заведующим пульмонологическим отделением морозовской детской больницы в 2021 стал победителем в номинации волонтер года премии мы вместе из рук президента россии получил медаль луки крымского за самоотверженную работу вперед пандемии свой сложный и интересный путь в профессию он начал со школьной скамьи школе наверно уже начинается со средней школы уже был наверно интерес к этой биологии к химии к медицине тогда же еще понял что хочу работать на и на с детьми потому что во первых это постоянный позитив дети даже если ребенок болеет он все равно улыбается интерес к школьным предметам постепенно перерос в увлечение наукой появлялись собственные публикации простые статьи со временем преобразовались в настоящие научные разработки патенты и гранты и к концу шестого курса института молодой специалист уже точно знал что в его жизни тесно переплетутся педиатрия и наука действительно мы сейчас создаем прибор по лечению аллергического ринита по помощи людям которые подсели на капли сосудосуживающие которые не могут без них жить и сейчас у нас есть такая методика даже не методика уже прибор из которой может помочь это облегчить путь к мечте долг и тернист зачастую понимание истинной ценности профессии приходит только через упорный и нелегкий труд еще будучи студентом ярославского мединститута павел бережанский проходил стажировку в разных медучреждениях работал санитаром позднее была и врачебная практика после окончания учебы молодой специалист устроился на работу участковым врачом в одинцовский округ в одинцовском округе началась наверное моя карьера как врача потому что когда мы сюда приехали я работал участковым врачом педиатром в селе жаворонки и 10 лет от работы в жаворонках перхушкова и в ершово и до сих пор считаю что участковая работа она вообще на и на самое важное именно работу участковым врачом часто вспоминает нынешний заведующий по его мнению она заставляет врача быть широкопрофильным специалистом и думать во всех направлениях чтобы помочь маленьким пациентам павел вячеславович считает что медицинское учреждение это единый слаженный механизм где важен каждый сотрудник я действительно считаю если человек хочет стать врачом медицинским работником с высшим образованием должен пройти все этапы от санитара до врача потому что действительно тогда ты понимаешь ценность профессии ценность профессии каждого медика кто работает медицинском учреждении сегодня павел бережанский все больше стремится к передаче накопленных знаний он обучает ординаторов и студентов четвертых пятых курсов сеченского университета как практикующий специалист знакомит их с врачебным делом через призму собственного опыта и помогает предотвратить возможные ошибки я вот набрался какой-то практике набрался опыта и сейчас я могу еще больше передавать этот опыт как раз врачам ординаторам студентам мне хочется наверно больше уже поделиться надо просто работать 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 учиться 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 елена краева артем ломоносов телекомпания одинцова как интересно но я считаю что на эту сложную и ответственную работу должны идти учиться те ребята которым она действительно нравится и кто готов посвятить ей всю свою жизнь а еще те кто готов постоянно учиться наш у вас подходит концу ждите новых выпусков и следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале